Мы еще скажем славу нашему Господу, братья и сестры. Милостивый наш Господь, дарующий нам милость быть на этом месте. И в сердце нашем мы дорожим этим временем. Как христиане мы понимаем, что мы приходим не напрасно, мы приходим пред лице Господня. Мы поем о том, что Бог желает с нами общаться. И это действительно так. Много в Слове Божьем, особенно и в Ветхом Завете, пророки пророчествовали и говорили о таком славном времени, когда народ Божий будет пребывать в близости с Господом. И когда Господь Сам будет среди народа обитать. Знаете, это наше желание, наше упование приходить пред лице Господня и находить общение с Ним. Мы хорошо знаем и понимаем, что Господь со своей стороны, Он все сделал, чтобы мы получали эти благословения. Господь делает так, что дает Своё Слово для нас, человеков, заповеди свои, чтобы руководить нами. И эти заповеди, которые не то, что ограничивают нас, а скорее всего эти заповеди, которые даются для нас, они для того, чтобы мы больше получили благословения, чтобы мы правильно были пред Господом, чтобы получить вполне в совершенстве все эти благословения, которые Господь приготовил для всех, кто любит Его, кто возлюбил правду, кто возлюбил Его праведность и святость Его. И поэтому заповеди Его, Слово Божие говорит, они не тяжелые, они очень доступны для каждого человека, чтобы хранить их и ходить по этим заповедям. Одно место из Священного Писания я прочитаю, это из Псалтыря, 14-й Псалом. Может быть, кто-то его знает и вообще наизусть, но я снова прочитаю этот Псалом. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презренно отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». В этом Псалме всего пять стихов. Я его прочитал меньше, чем за минуту, этот Псалом. И вы знаете, вопрос такой стоит. «В этом месте, где Господь пребывает, жилище Твое, гора святая, кто может пребывать?» Здесь псалмопевец перечисляет все условия, необходимые для того, чтобы быть в этом присутствии Господнем. Может быть, иногда мы думаем, что да, возможно для нас как бы много не грешить, но вообще не грешить? Как это возможно? Но Писание именно настаивает на том, чтобы мы вообще никогда не грешили. Для нас это бывает иногда, мы когда даже разговариваем, мы допускаем, что то, что каждый человек, он постоянно согрешает. Да, Писание говорит, что мы все, мы согрешаем. Но здесь говорится о том положении, когда пребывать во грехе постоянно, когда человек не имеет нужды в том, чтобы уходить с этого состояния, который не останавливается перед тем, чтобы клеветать. все понимаем, что нехорошо клеветать языком своим и делать ближнему зло. Писание говорит, что кто не делает этого, и если так рассудить, это возможно, не клеветать своим языком. Это возможно для нас не делать ближнему зла, но исполняться, наоборот, любовью. В Новом Завете я хочу также обратить наше внимание на такое слово. Послание апостола Иоанна в Первом Послании в Третьей главе говорится так. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтоб мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нас. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. И здесь я нахожу, братья и сестры, что Иоанн, апостол, утверждает здесь, что христианин может находиться в этой любви постоянно, пребывать в этой любви. Здесь говорится о том, что когда мы делаем добро, то мы знаем, что мы делаем угодное Господу, потому что всякий, делающий добро, Он делает так, как Господь делает. Мы видим, что наш Господь, Он постоянно был в том, что Он служил людям, апостолам, которые были с Ним. Он постоянно, и Он даже заявлял, что для Него это пища, это чтобы для Господа, для Отца Небесного делать Его дела. И наша жизнь мы должны, именно как христиане, осознавать в том, чтобы все, что мы делаем, словом или делом, это делали во славу нашего Господа. Когда в нашем разуме, в нашем сердце находится это, и мы каждое дело наше проверяем с тем, приносит ли это славу нашему Господу, наши действия будут совсем отличны, мы всегда будем под контролем Духа Божьего, который руководит нашим сердцем. И когда мы будем приходить к Господу, то здесь написано, что чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. И все это мы понимаем возможно, когда мы находимся во Христе Иисусе, когда мы даем свободу Духу Святому, когда Дух Святой руководит нашим сердцем, когда мы покорны, когда Господь говорит нам, в чем мы неправы, когда Он говорит через сердце наше, в чем мы должны исповедоваться и оставить, и когда мы покорны и послушны этому, мы не пребываем во грехе, мы уходим от греха, и мы делаем доброе пред Господом. В другом месте учение апостола Павла, который в своем послании к Ефесянам, в 4 главе, с 20 стиха я прочитаю, апостол Павел учит Ефесянам, и это как бы слово для всех нас, чтобы мы понимали, что во Христе Иисусе мы можем жить для Господа постоянно святой жизнью. Именно Писание нас учит, что мы всегда способны жить святой жизнью в Господе. И для нас неверно, когда мы живем не святой жизнью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истине. И здесь дальше идут практические, как сказать, наставления для христиан, для всех верующих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйтесь Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. И дальше в пятой главе несколько стихов прочитаю. Итак, подражайте Богу как чадо возлюбленный и живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Именно как я для себя отметил основные пункты, которые мы, христиане, должны исполнять и соблюдать. Это здесь говорится о том, чтобы облиться в нового человека, принять все, что Христос нас наставляет и отложить прежний образ. То есть даже когда приходят какие-то обстоятельства, гнев, чтобы мы не были злыми, яростными. Потому что, знаете, есть люди, которые называют себя христианами, могут делать какие-то жестокости и утверждать при этом, что они христиане, что они спасенные. Но Бог говорит нам и учит нас, чтобы мы этим ничем не обольщались. Как здесь в шестом стихе, ниже, в пятой главе шестым стихом написано, никто да не обольщает вас пустыми словами. Невозможно. Если мы проявляем жестокость, непримиримость, то невозможно быть Божьим чадом. И Иоанн в своем послании говорит, что это дети дьявола. Как может быть такое происходить? Когда мы остаемся в этом грехе, когда мы не исповедуемся, когда мы не каемся и делаем эти дела, мы можем лишиться жизни, которую Господь даровал нам. Я слышал, что есть люди, которые утверждают, что если однажды человек был спасен, то все дальше, что он не будет делать, он все равно принадлежит ко спасению. Это очень, как сказать, в наше время очень популярный такой взгляд, как бы, и объясняется это Словом Божьим. Но наше понимание в том, что святая жизнь для христианина это подражание Богу. Писание нам говорит, что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. И Писание говорит, чтобы мы подражали Богу во всем. Здесь говорится, что кто крал, впредь не кради, а лучше трудись. есть ли у нас какая-то нужда, мы же не пойдем красть. Мы знаем, что есть другой способ, верный, праведный способ идти заработать деньги и приобрести. Здесь говорится также о таких аморальных вещах, как блуд и всякая нечистота. Мы знаем, что христианин не должен в этом пребывать. И кто пребывает в этом, тот грешит против себя, против своей жизни. И Иоанн говорит, что чтобы мы молились о всех верующих, кто согрешает, чтобы мы возносили молитвы, но не грехом к смерти. Я иногда вот так вот рассуждал об этом и думаю, ну что же грех к смерти? Ну, если человек человека убийца, написано в Писании, никакой человека убийца не наследует Царствие Божие. Или же, допустим, грех, который человек не раскаивается, который пребывает и гордится этим грехом, это грех к смерти. о таком написано даже не молиться, потому что мы никогда не получим уверенности в том, что человек этот обратится. Мы можем просто приносить Господу эту молитву, чтобы Бог, знаете, воздействовал особым образом на этого человека, отвратить его от злых дел. но как церковь мы никогда не можем получать именно той уверенности о таких людях, которые, называясь христианами, делают такие гнусные дела. И написано в Писании, что даже имя Господня хулица из-за этого. И кроме того, здесь написано так, что никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. И так не будьте сообщниками их. Сыны противления это которые противодействуют всякому увещеванию, всякому наставлению Божьему. Церковь это место, где Господь нас определил, когда мы приняли Его в свое сердце. Каждый христианин, когда рождается свыше, Бог определил, чтобы мы были в церкви. Через водное крещение мы приходим в церковь. И церковь это место, где Господь, мы в Господе научаемся, наставляемся, где мы делаем добро друг другу, где общение во Христе Иисусе мы получаем. Церковь это не место, где мы можем, как сказать, сторонники какой-то мысли одной, или каких-то мероприятий, таких, знаете, светских, как часто бывает в церкви, превращаются в это, в какие-то концерты, шоу, но именно церковь, где христиане собираются, чтобы поклоняться Господу, превозносить Его имя, потому что мы все приняли то, что теперь наша жизнь с того дня, когда мы приняли Господа в свое сердце, когда мы через водное крещение пришли в церковь, и Господь даровал нам милость, то мы уже живем не для себя, но во славу Господа. Наша надежда, чтобы прославился Господь во всем, наше желание в том и стремление, чтобы Его имя больше прославлялось, да поможет нам Господь, чтобы мы в сердцах наших всегда помышляли о том, чтобы жить свято для Господа. И здесь Писание нас учит этим, как сказать, шагам, как это делать, в чем мы должны пребывать. Здесь говорится о том, что не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Раздражение Духа Божия, Писание его называет Святым Духом, который живет в нашем сердце, обитает, который учит нас и наставляет, но когда христианин не покоряется Слову Божьему, не покоряется наставлением Духа Божьего, тот написано, как здесь раздражает или же оскорбляет Святого Духа Божьего. Вы знаете, оскорбление может быть и заключаться в том, когда мы игнорируем в том, что Господь нас призывает к тому, чтобы мы больше отдавались служению Господу. Всякий раз, когда в нашем сердце мы имеем побуждение или желание можно так сказать пойти в церковь или же какое-то доброе дело даже в семье сделать. И вот мы, как сказать, были не готовы к этому или же не хотели, как для нас было, может быть, это, знаете, неудобно. Этим мы можем оскорблять Господа. Всякий раз, когда Господь нам говорит в наше сердце, мы должны повиноваться, потому что всякий раз, когда мы умираем для себя, мы живем для Господа. Когда христианин отказывается от себя, в любом деле, не считаясь собою, Господь прославляется. В любом деле, даже у нас служения разные бывают, и если мы возлюбим, изберем больше Господне, прославится Господь. Служение, вот, к примеру, бывает материальное, побуждение бывает в сердце нашем больше Господу дать, но идет рассуждение, идет какая-то, знаете, больше самолюбия для себя в чем-то. Мы должны проверять и просить Господа в том, чтобы, Боже, нам больше быть чувствительными к действиям Твоим. Вы знаете, каждый раз, когда человек отказывается от того, что Дух Божий ему говорит в сердце, через слово, или в церкви, или же даже через близких Дух Божий может говорить по-разному, обращаясь к нам, увещевая нас. Может быть, самый близкий или даже ребенок наш может нам сказать какое-то слово, которое мы понимаем, что это справедливо и правильно, но мы в тот момент не принимаем, мы лишаемся этого наставления от Духа Божьего. И наше, как сказать, стремление или наша обязанность пред Господом просить у Господа, чтобы быть чувствительными к этому. Потому что, вы знаете, на примере в этом мире, в естественном мире, в котором мы живем, есть такой животный мир, где животные отказались жить во свете, а где-то живут в пещерах. И когда находят их, то находят их вроде бы и есть глаза, но они не видят. А в некоторых случаях, то вообще отсутствуют органы зрения, потому что они избрали жить во тьме. Христианин, когда отказывается от того, что Дух Божий его наставляет, постепенно может его жизнь угошать. И любой грех, который в нашей жизни может проявляться, если не такой всякий грех, он в потенциале, он как бы может убить человека или угасить его жизнь и привести к смерти. Но есть такие грехи, которые сразу к смерти ведут. От жизни Божьей человек ну, как сказать, отсекается, как веты. вы знаете такие грехи, ну, как блуд, нечистота, люди, которые погружаются и когда к ним обращаются и говорят, что вы делаете, они не хотят слушать, они отсеклись от жизни во Христе Иисусе, для них ничего не значит попирание Слова Божьего, нет страха в глазах, их Писание говорит, но есть грехи такие небольшие, которые мы бывает совершаем и если мы с ними не имеем никакого сказать дела и не стремимся избавиться от них, в конечном счете эти грехи приведут нас к этой духовной смерти, о котором говорит Писание. Поэтому братья и сестры, наша молитва, в наших молитвенных собраниях как церковь, мы молимся о том, чтобы Господи руководи нами, чтобы любовь Твоя, которую Ты излил в наши сердца, проявлялась в действии вокруг нас, чтобы мы были сильны на то, чтобы делать для Господа дела и делать это в радости, в торжестве, прославляя Его имя. Не свое имя, о, да сохранит нас Господь, братья и сестры, делать что-либо в свое имя, потому что Господь, Он ревнитель, мы должны все делать в Его имя. В Писании есть такой один пример, который я часто вспоминаю, в начале церкви, первая апостольская церковь, и когда было приношение, Анания и Сафира, принесли эти деньги, они в свое имя, и там это совершился сразу суд Божий. Может быть, в наше время и совершаются такие грехи, и Бог не совершает эти суды, но это не значит, что Бог иначе смотрит на этот грех, просто в то время Бог показал, продемонстрировал, насколько Он свят и в Новом Завете. Дух Святой есть Дух Святой, и мы должны всегда в благоговении и трепете совершать наше служение. Да поможет нам Господь о том, чтобы мы молились Господи, во всяком деле, пусть наша умирает, наше это плотское, что служит для нашей славы, но ты, дитя, расти в нас, и возрастай в нас, и укрепляйся, потому что мы нуждаемся в том, чтобы Господь во всем пребывал в нашей жизни, в нашем сердце, и заполнил все сферы нашего естества, чтобы мы были полностью погружены в Духа Божия, и могли жить для Господа. Слава нашему Господу. Будем молиться и просить нашего Господа, чтобы Он нас благословил в этом хождении. Аминь.